Приветствую, дорогой Саша, приветствую, дорогой друг. Приветствую, дорогая Академия Боевых Искусств. Да, добрый день, Касай Магомедович, добрый день. Привет. Расскажи, пожалуйста, про дракона своего любимого, о котором ты мне хотел сказать. О, это очень интересная штука, Касай Магомедович. Вы знаете, что каждый человек, даже встречается в жизни всегда, любой человек, кого вы не взять, со страхом и с напряжением, любого человека. Поэтому для того, чтобы понять, как работать, надо узнать, а что такое страх. Правильно? Да. Страх – это когда головной мозг выделяет гормоны стресса. Да, адреналин там и другие, да. Да, это вот и есть, когда вот вы выделяете кортизол, особенно который влияет на стресс, там, и гормоны радости. Ну, подожди, это один раз выделяешь гормоны радости, а в другой раз… Гормоны стресса. Да, и надо, чтобы человек, испытывающий страх, включил фабрику гормонов эндорфинов. Да, правильно. Чтобы он умел переходить из одного в другое очень быстро. Мы для этого тренируемся через нулевое состояние, когда вообще нету ни страха, ничего нет. Нулевое состояние – это пустота. Пустота, бесстрастность, Будда назвал это нирванной, это еще назвать сенсен, фонарь, растворение с Богом, молитвенная благодать, чувство эмоциональной дистанцированности, созерцание, отрешенность, да-да-да. Итак. Так вот, а что это такое-то? Если вот мы это понимаем, то это можно сравнить. Что я не буду говорить о том, что есть, согласно медицинских, там это понятие терминологии, это очень трудновато. Там я одно название учил месяц, и то не выучил. Я хочу сразу сказать, Саша, что сейчас очень важно, чтобы люди научились управлять своим состоянием, чтобы как раз-таки концентрацию адреналина снижать, повышать, качать себе эндорфин, именно, чтобы быть здоровыми, счастливыми, чувствовать себя, радости от самого факта жизни, чтобы они приходили в уныние, и самое главное, чтобы могли быстро ориентироваться в условиях неопределенности. Поэтому мы с тобой сейчас как раз-таки делаем видео, ты расскажешь про этого дракона, поскольку ты в этой академии занимаешься боевыми искусствами, преподаешь это, там как раз на ринге бывает страх, правда? Да сейчас даже есть страх, это всегда, но знаете, у любого человека, я еще не встретил человека, который бы сказал бы, я не боюсь, нету такого человека, есть один, который перешагивает, борется, а второй не может решить это, пасует перед страхом, правильно? Конечно. Я однажды летал в командировку в Сибирь, в Якутск, с космонавтом Ляховым, Владимиром Афанасьевичем, и он там делал лекцию свою для детишек, подростков, и я делал свою лекцию. Он свою лекцию ему задал один подросток, а вы боялись там в космосе? Он говорит, нет, я же космонавт, я ему потом вечером за рюмкой спрашиваю, скажи мне, Владимир Афанасьевич, ты действительно не боялся? Он говорит, да нет, боялся, но я преодолевал. Я говорю, ну так и рассказывай, говорю, потому что дети тебя слушают, что ты не боялся, и думают, раз они боятся, значит у них дефект какой-то. Так и скажи, я боялся, говори искренне, но преодолевал, расскажи, как ты тренировался, тогда будет больше. Это самое главное. Так вот, мы с чего и начали, что когда головной мозг вырабатывает гормоны стресса, они поражают те участки человека, которые слабые. Может поражать сердце, легкие, печень и так далее. Поэтому в основном сосуды, это в основном отсюда идут болезни. Бьют по мещениям слабым, да. Бьют по мещениям, там где слабо, там они и бьют. Да. А гормоны радости, они наоборот исцеляют. Да. Да. А что вот интересно, вот я хотел вот узнать, а что такое гормоны? Не в том, что там медицинской точки зрения, а оказывается белок, у которого несколько хвостиков, или два, или один. Это тоже самый белок, только у них разная структура чуть-чуть. И вот когда вырабатывает человек, вот когда боится, понимаете, что интересно, что человек сам выдумывает у себя страхи, а потом сам начинает с ним бороться. Да, ну самое интересное, что как раз таки аналогом химическим, искусственным этого эндорфина является алкоголь. Да. И поэтому люди, когда не знали метод-ключ и другие способы, они сначала выдумали виноделие. Поэтому артисты перед выступлением 50 грамм для храбрости, чтобы снять нервно-мышечные зажимы. А для того, чтобы задуматься и перезагрузиться, бутылёк. То есть у нас тоже приёмы, которые по алкоголю, без всякого алкоголя, да, можно дозировать раскрепощенность от свободы до перезагрузки. Да-да-да. И вот смотрите, вот я иногда смотрю на телевизор и думаю, так же у нас и головной мозг работает. Мы сами включаем программы, программу, например, телевидение, где идёт та программа, которая нам не нравится. Где нам страшно, где нам это всё. Так вместо того, чтобы взять... Пожалуйста, сейчас, сейчас, подожди. Буквально секундочку. Алло, алло. Никита, привет, я сейчас запись сделаю с Александром, уважаемым нашим, который Академию боевых искусств ведёт. И через 15 минут мы с тобой поговорим. Хорошо, Никита? Договорились. Всё, хорошо. А так я тебя познакомлю с ним, как раз вот эти школы все соединим, и все подростки получат. Ну, здорово. Отлично. Расскажете, да, расскажете. Да, через 15 минут. Всё хорошо. Есть. Всё, до встречи. Всё, пока. Создадим своего дракона. Дракон на радости и счастье. Вот именно, вот именно. Так вот, вместо того, чтобы взять... Ну, школа такая тоже интересная, да. Взять и переключить программу, которая мне не нравится. Некоторые сидят и смотрят в неё. А возьмите, переключите на то, которую программа, которая вам нравится. Ну, а как это сделать в тот момент, когда на тебя с кулаками кто-то идёт? Да, вот интересно. Ну, расскажи, расскажи, да, да. А потом вот так я беру и выключаю. И вот, оказывается, это состояние пустоты. Да. Да. Когда на телевизоре ничего нету. Да. Так вот, это то же самое и с головным мозгом. У нас, понимаете, я так вот думаю, что идёт программами. У нас есть отрицательные программы, которые мы всегда думаем, что у нас плохо, на работе плохо, везде плохо. Да. Вместо того, чтобы взять, вытащить, перевернуть, перевернуть, изменить программу и включить. И всё хорошо. Это называется психологией сменить отношения. Да, отношения. Вот то, что вы и учите всегда говорить о том, что надо вот эти вот изменить. То есть сначала сделать отрицательное, как бы сказать, потом перейти на ноль, на пустоту, а потом думать о хорошем. Да, 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 правильно. Вот это вот и есть это. Я ещё по ходу хочу для всех сказать, что сейчас самое главное повысить психологическую устойчивость, потому что это связано с иммунитетом. Это единственный универсальный способ повысить иммунитет, стресс-иммунитет и физиологический иммунитет против всяких вот этих вот и манипуляций со стороны телевидения и против вирусов всяких. Иммунитет. Вот чем мы с тобой сейчас занимаемся. Расскажи, пожалуйста, про этого дракона. А вы знаете, так вот, оказывается, мы сами создаём себе дракона. Вот это дракона страха. Вы знаете, ещё в древние времена, вот эти, которые писали сказки, там, дракон. Так, для того, чтобы богатырю пройти к радости или там всё это, чтобы достичь своей цели, он обязательно должен был пройти через дракона. Все головы должен был порубить этому. Потому что одно срубишь, другая вырастает. Вот мы сейчас как раз на этом, я и хотел тоже остановиться, это сделать. Так вот, мне интересно, понравился мультфильм Добрыня Никитич, кажется, и Змей Горынычный. Когда, помните, он всё летал и рассказывал, как я там борюсь там с полчищами там немца там или тевтонца, а потом смотрю, взял и освободил Добрыня Никитича. А потом принцесса спрашивает, Добрыня, а как ты познакомился со Змеем Горыныча? Да он просто морковку тырил на огороде. И я его, говорит, то есть он взял его и приучил этого дракона. И они подружились, стали друзьями. Так вот, если мы научимся приучать дракона, не бороться с головами его. То есть одно отсекли, вырастет другая. Другая отсекли, третья выросла. Так вот, это и есть, приучить дракона, вы и учите вот этому, как это сделать. Чтобы потом человек даже в драку попал, как у тебя боевые искусства. Чтобы он уже мог управлять своим состоянием в условиях жестких временных ограничений, моментально мог переключаться, правильно? Да. Знаете, ещё всегда говорят о том, что, и я тоже своим ученикам говорю, не надо ни с кем бороться, не надо ни с кем драться. Посмотри в зеркало и увиди самого злейшего твоего врага. Это ты сам. Со своими страхами, переживаниями и так далее. Это Брусли, ты уже сказал, Брусли. Самое главное победить себе страх. Вот этот вот чудовище. Потому что сон разума рождает чудовище. Сам себе человек накручивает. Сам себе накручивает, особенно в условиях неопределённости. Как мы сейчас попали в зону неопределённости. Тоже моментально страхи. Это же инстинкт самосохранения. Он тоже выдаёт эти страхи. И мы себе накручиваем. Накручиваем всё, всё накручиваем, накручиваем. А потом сидим и думаем, а как с ним бороться? Да, да. И пытаемся, скажем, по отдельности бороться. А лучше взять, например, с драконом, подружиться с ним, чтобы он направил, чтобы он был перевернул, чтобы он был хороший, добрый дракон, для того, чтобы направлял. Потому что есть положительный стресс. Положительный. То есть он как, я не помню, называется. А у стресса, или как он там? Да, да, да. А есть здесь стресс, да. То есть если мы, это, он же есть положительный. То есть без него мы не можем никак. Я имею в виду стресса. Трактовременный. Стресс же это вообще транс. Да, это да. Временный, например. Рашки, ну эти подарок сделали, у тебя радость такая. Спонтанная. А надо научиться управлять трансом. Управлять трансом, чтобы можно было негативное переводить в позитивное. Правильно. Чтобы любой страх, как в айкидо, через себя перекидывать на решение твоих задач, ранее недоступных. Вы вообще меня знаете. Это перезагрузки у нас делаются по методу ключ, да. Страх берется, любой, любой страх. Вот я радуюсь, когда у меня страх. Вот, допустим, сердце ёкнуло, у всех оцепенение, да. У меня раньше тоже так было. Раньше раз оцепенение, думаю, всё, сейчас умру. А теперь я тоже вспоминаю, что после этого я картину лучше нарисую. И у меня страх туда переходит. Потому что адрес получил. Правильно, правильно. Знаете, вот эти вот мини, вот эти страхи, они дают нам решать вопросы дальше. Перейти, то есть не развивать его, чтобы сидеть и бояться. А для того, чтобы чуть-чуть нам даёт, как взрывную такую реакцию, далеко сиру, и дальше мы работаем. Чем больше стресса, тем больше сил. Да. Надо так сменить отношение к жизни, чтобы получить радость от самого факта жизни, а не только от комплимента, подарка, когда случайное настроение, а от самого факта жизни, что я живой, вот это прекрасно. Как это? Потому что жизнь же драгоценный дар природы, один раз только бывает. Надо научиться ценить это, да. Мне очень интересно, понравился один мультфильм. Я его до сих пор смотрю всегда. Про огуречика, который был очень храбрый. Огуречик всех побеждал там кто-то. А у него спрашивают, а скажи, пожалуйста, а что ты боишься? А говорит, а я боюсь мышку. Да? Мышку. Да. И вот один раз они пошли. А. И что-то сидели, разговаривали, я не помню уже чуть-чуть. И забежало какое-то существо. И он взял ее, раз, прогнал ее туда, пинком там. И это существо убежало. А другие говорят, ты что сделал? Он говорит, а что тут такого? Говорит, надо его выгнать. Говорит, так это и есть мышка. А? 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 Оборок. Да, 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 хорошая сказка, да. Хорошая сказка. Оборок, это интересный мультфильм. То есть мы боимся того, что мы не знаем. Да, потому что есть философ, который говорил, подойди ближе к страху. Вот он увидел, например, веревку, думал, змея подошел, оказывается веревка. Да, и вот всегда вот говорим, знаете, вот всегда вот своим ученикам, говорю, и сам я очень часто использую, что страх всегда берет на вдохе. Вот помните сюда, вот, например, в доске пойдет. Замирание, да. Да, Петров. Фу. Да, 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 замирание, да. То есть страх это вдох, а выдох это развеет. Да, 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 замирание на вдохе, да, задержка дыхания, все на это. Ну, у нас там по приемам ключа все это используется. Да, да, вот мне что интересно это стало. И потом появляется вот этот дракон страх, так вот взять его и побороть. А как его интересно побороть? Взять его, рассмотреть со всех сторон. Первое. А что это такое-то? Вы знаете, иногда мы сами это преувеличиваем. Ну, только мы всегда так делаем. Да, а потом мы смотрим, оказывается, это уже было не страхом, наоборот, нам подсказывали, как лучше это сделать. Да, и вот человек каждый раз сталкивается с чем-то новым, в первую очередь у него напряжение, потому что каждое новое воспринимается через мобилизацию. Потому что надо же интегрировать, найти место этому новому в нейросетях мозга, на это выходит энергия. Ну, я, чтобы науку не рассказывать сейчас, ты просто скажи, как ты взрослых тренируешь, и в чем отличие от детей, когда ты их тренируешь в боевом искусстве? На что они вот реагируют? Через что они, что им больше нравится? У детей как-то больше чувства страха у детей. Так. Они боятся, знаете, боятся то, что они неуклюже выглядят. Так. Они ничего не могут. Так. Им ничего нельзя, и у них ничего не получается. Они как-то сидят в рамке. Понятно, понятно. Ну, потому что их чаще ругают за плохие поступки. Нельзя. Хвалят за хорошие. Нельзя. А надо больше хвалить за хорошие, чтобы утверждать в них вот это начало хорошее. А они всего боятся, потому что он что-то делает, ему говорят, нельзя, нельзя, нельзя. А у нас и заповеди так построены. Заповеди построены за тысячелетия, чего нельзя делать. А не что надо как бы делать. И вы знаете, когда бывает тренировка, я начинаю с чего, я говорю. Вот первое, я говорю, да, давайте так, бойцы. Мы побежим и будем кричать ура. А вы знаете, они говорят, встали и говорят. Первый вопрос, я думал, мне зададут, а для чего? Правильно? Да. А они меня спрашивают, а это разве можно? Понятно, понятно. Любознательности нет. Да. А это можно? Отбивают, отбивают. Я скажу, почему еще это происходит. Я изучал этот вопрос. Дети по природе, почемочки, они все время задают вопрос. И вот я папе все время, я еще, по-моему, маленький, совсем маленький был, задавал, что такое капитализм. Что такое капитализм. Он говорит, да отстань ты от меня. Когда нам не отвечают на вопросы, все время говорят, отстань, отстань. Потому что дети постоянно задают вопросы. Нельзя им говорить, отстань от меня, отстань от меня. Не можешь сейчас ответить, но скажи, я тебе чуть позже отвечу. Не отбивать у них желание думать. Потому что задавание вопросов – это размышление. Это мышление. Человек по природе творец, хомо сапиенс, человек разумный. Он не может не задавать вопросы. А вот те дети, у которых отбили охоту быть почемочками, они становятся сектантами. Они всегда ищут внешние причины, каких-то своих действий, внешние причины. Что им кто-то мешает, кто-то их заговорил. Что, наверное, на нашей планете плохо дела идут, потому что какие-то космические силы влияют. Может быть, другая цивилизация влияет. Вместо того, чтобы задаться вопросом – а почему? И найти более простые ответы. Ну, у них почемочку отбили. Да. Я говорю о том, что давайте побежали, и все кричим «Ура!». И все кричат, а двое стоят новенькие. И знаете, я смотрю, у них в глазах страх. А как это так, что можно, например… А я говорю, вы знаете, это очень полезно. Легкие развивают ваши, когда они разжимаются. Это вот для чего. А мы-то думали, что просто шум создать. Я говорю, нет. Это, говорит, первое – вас раскрепостить. Потому что это очень трудно при всех, например, бежать и кричать – это «Ура!». Кажется, это легко, но для них это очень тяжело. То есть ты соединил действия трудные с эмоцией радости. Правильно. Да, соединил несоединимое, у них пошло раскрепощение. Правильно. И они бегают так сейчас, кричат это все, и радуются это все. Я говорю, вы знаете, зажиматься вы будете дома или в школе. Или в садике. Потому что у меня все возраста. Да. А здесь вы, наоборот, должны раскрыться, раскрепоститься. Это вот в Индии есть день такой, я читал праздничный, когда детей учат к животным, не боятся змей, лягушек и так далее. Звучит музыка приятная. Им дают в руку лягушечку или еще что-то. На фоне приятной атмосферы. И у них воспитывается к животным приятное отношение. То есть там тоже соединяет вот этого. Это есть в культуре, да, да, интересно. У взрослых тренировка другая. Они устали на работе. Устали везде. То есть у них приходит, голова вот такая вот это все. И вот здесь надо совсем уже по-другому ставить процесс подготовки. Вот. Тогда я им наоборот говорю. Вы знаете, давайте вот так вот встали. Вы все сейчас пришли, у всех каждая в голове свои проблемы. У всех. Давайте мы не закрепощаться будем, бить там, например, грушу. А будем наоборот расслабляться. Раскрываться. И вы знаете, вот мне интересно, что когда вот показывали, что все вот эти вот упражнения, восьмерочки, все там это делают. Выходит, когда многие и взрослые говорят. Вы знаете, такое ощущение, как будто я заново родился. Вот, 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 правильно. Не, не пить грушу там, пока груша не сломается. Потому что подобное притягивает подобное. Я так объясняю. Ну, кому-то мнимую грушу бить, бой с тенью дают. Ну, это обязательно, это обязательно это все идет. И Луиза Хэй тоже колотила подушку. Плакала, колотила подушку. Там же в Америке нельзя. У японцев. Да, и она нашла себя потом в состоянии умиротворения. Сказала, любить себя надо, любите себя. Колотила подушку. Это разгрузочные действия. А вы знаете, вот в Японии в одной фирме поставили аппарат. Директора предприятия. Да, да, не колоти его сколько. И вот они колотушкой бьют его. И что интересно, говорит, а как это так, говорит, а мы делаем премиальные тем, кто сильнее бьет. Понятно, правильно. Потому что они выпускают все, и потом дальше приходят и работают. У нас в ключе два есть. Моделирование действий, которые ты испытывал во время счастья. Что ты делал в моменты счастья своего в жизни. Повтори это. Один повторяет, там, кого-то колотит на ринге, другой повторяет, что он стоит у березы, задумавшись, и там море плещется. И когда движениями повторяет воспоминания счастливого момента в жизни, у него оно воспроизводится. Это моделирование. Мы еще над тем поговорим, но я бы, знаешь, что хотел тебе сказать, Саша, спасибо тебе огромное. Я думаю, что надо еще напомнить нашим слушателям формулу ФА. Формулу ФА – это когда человек пытается совершать альтернативные движения, конкурентные между собой. Но чтобы их совершать, надо выйти на новый уровень, где они уже неконкурентные. И он сразу выходит из стрессового состояния и тренируется таким способом. Формула ФА – это очень сильная вещь, и скоро мы ее еще раз покажем у нас нашим слушателям школы. Скажи, Саша, еще что-то ты хотел сказать? Да, я еще хотел, что самое главное. Знаете, вот многие интересуются, наверное, и меня спрашивают, а больше всего, наверное, вас спрашивают, что как вылечить, например, ногу? Как вылечить руку? Ну да, ты головы дракона. Да, это и есть. Одна голова отрубается, а осталью идет другая. Надо научиться, чтобы все сами отваливались. Надо сначала не то что думать. Вы же даете очень гениальное упражнение. Не бороться с головами, а бороться с самим драконом. Да, да, да. А когда не будет дракона, или он будет друг, то тогда у вас все будет нормально. А не надо бороться с вот этими головами. То, что я, наверное, думаю о том, что у одного рука болит, он вам звонит. Вы ему показываете упражнение, правильно? Да, да, да. Потом звонит второй, говорит, у меня другая рука болит. Как говорят молодые, я уже запарился от этих звонков. Мы показываем все время ролики. Всем говорим, запишитесь на канал. Смотрите ролики, смотрите, там ликбез бесплатный. Выходите в зум с вопросами. Ну, кто-то этого не делает, а потом мне звонит. А как это делается? У меня, говорит, нога болит. Я говорю, смотри ролики. А что там, записаться надо? Ну, да, конечно, запишись. И я полчаса трачу, ему это все объясняю. Заново и заново. А там принцип подбора путем перебора. Там много разных упражнений. Выбирайте то, что вам подходит. Максимально комфортно, максимально просто. И принципом подбора путем перебора. И развивайте свое мышление. Это вот и есть. Не бороться с головами дракона. А именно самим. Приучить дракона. Да, приучить дракона. Я думаю, что он вам помогал. Вот я думаю, что вот это главная квинтэссенция нашего разговора. Вот она и есть. Не по отдельности рубить голову дракона. Да. А приучить самого дракона и на нем летать. Знаете, вот интересно получается. У меня болит левая рука. Потом другой спрашивает. Это хорошо. А у меня-то правая болит. Это одно и то же. Почистам, почистам. Это одно и то же. Делать упражнения. Чтобы сначала вот это свои страхи. Все рады, чтобы я был. Оно само собой потом это будет. Конечно. Почему я и начал с того, что человек сам выдумывает страхи, переживания. А потом с ними борется. Спасибо тебе большое, Саша. Привет твоим участникам школы и взрослым, и детям, кого ты учишь, боевым искусством, академию твою. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Спасибо. Все, до свидания. Я побежал на тренировку. Я поставлю под видео там твои хештеги, чтобы все, у кого вопросы есть, могли к тебе обращаться. Да, можно? Да, это пожалуйста. К вам. Вы. Все, большое спасибо. До свидания. Спасибо, Саша. Так вот не будем бороться с витринными мельницами, а надо приучить дракона. И летать на нем, да. Да. Правильно, правильно. Все, до свидания. Я побежал на тренировку. Обнимаю, спасибо. Все. Спасибо.